Главный каток Новосибирска больше не принимает гостей. Сегодня рабочие начали демонтаж праздничных конструкций. В первую очередь разберут вагончики, где были раздевалки, прокаты, блок администрации. Но утилизируют не все элементы ушедшего праздника. Сюжет Екатерины Новгородцевой. Еще вчера здесь были люди, а сегодня покататься можно только на ногах. Прокат коньков закрыт, вагончик, в котором он располагался, уже начали разбирать. Лед увозить не будут, не просто это. Посыпят специальной смесью, чтобы растаял побыстрее. А вот бортики все-таки придется демонтировать, поскольку в них располагается световая лента. Раннее утро. В центре Новосибирска несколько бригад разбирают каток. На демонтаж у рабочих три дня. Сначала мы разбираем вагончики, обшитые фанерой. Мы сначала откручиваем ее. Помосты у нас обшиты в некоторых местах, вот раздевалок резины, тоже ее откручиваем. Убираем сами помосты, то есть само вот это дерево, к которому ходить. Это все будет увозиться на стадион Чкаловец. У нас там склад всего нашего оборудования. Также и вагончики сами будут увозиться, и помосты, то есть дерево, все туда будут увозиться. Часть коньков на время передадут другим прокатам. Остальные увезут на склад. Облицовочные баннеры сохранят. Их часто используют при заливке катка, чтобы вода не вытекала за пределы формы. А вот декорации свое отслужили. Их отправят в утиль. Будем демонтировать световые приборы, звук, следом снимать декорации. Под декорациями металлическая основа, ее тоже разберем, увезем. Ну, должны за сегодня успеть сделать все. Металл, конструкция, свет и звук – это же все прокатное оборудование. Оно сдается в аренду, используется для всяких разных концертов, мероприятий. Оно хранится на складе, организации, в которой мы работаем. Сам каток посыпят смесью уже сегодня. Когда уберут борта, пока неизвестно. Елку планируют разобрать в эти выходные. Екатерина Новгородцева, Андрей Руднев. Новости ОТС. Новости ОТС.